Владимир Сутеев. Ёлка. Детский писатель Владимир Григорьевич Сутеев родился в Москве в семье врача. Еще в детстве маленький Вова начал рисовать, а в 14 лет даже стал зарабатывать деньги своими рисунками, чтобы помочь родителям. Он рисовал разные дипломы, картинки. В общем, все, за что платили. Владимир Сутеев всегда хотел делать что-то для детей и решил, что будет снимать мультики и рисовать. Вот, например, знаменитый дядя Степа Сергея Михалкова. Много художников рисовал иллюстрации к этой книге, и одним из них был Владимир Сутеев. А вот книга итальянского писателя Джани Радари «Приключения Чиполина», впервые вышедшая на русском языке с иллюстрациями Владимира Сутеева. А теперь представьте, зайка случайно находит на пенечке в лесу хвост лисы, который та потеряла, когда убегала от собак. Он бы так и проскакал мимо, да и сказки бы не было, не окажись поблизости сорока-белобока. Она-то и предложила бедному зайчонку поменять хвост. А что было дальше, можно узнать в мультфильме «Хвосты», который снял Владимир Сутеев. Или еще, однажды маленький лопухий щенок проснулся утром от звука «Мяу!», выбежал во двор и стал спрашивать у мышонка, пчелы, огромного барбоса, кто сказал «Мяу!». Кто же все-таки это был, можно узнать, посмотрев мультфильм Владимира Сутеева или прочитав рассказ. Но больше всего Владимир Сутеев прославился своими детскими книжками, где добрые и очень симпатичные зверушки живут своей сказочной жизнью, помогая маленьким ребятишкам понять, что такое приключение и что такое любопытство, что такое щедрость и что такое настоящая дружба. Владимир Сутеев написал множество сказок и сам же нарисовал к ним рисунки, которые просты и понятны даже самым маленьким читателям. А сейчас предлагаем вам послушать сказку Владимира Сутеева «Елка». Посмотрели сегодня утром ребята на календарь, а там последний листок остался. «Завтра Новый год, завтра елка. Игрушки будут готовы, а вот елки нет». Решили ребята написать Деду Мороду письмо, чтобы он прислал елку из дремучего леса, самую пушистую, самую красивую. Написали ребята вот такое письмо и скорее побежали во двор снеговика лепить. Работали все дружно. Кто снег скребал, кто шары катал. На голову снеговику старое ведро надели, глаза из угольков сделали, а вместо носа воткнули морковку. Хороший получился снеговик-почтовик. Дали ему ребята свое письмо и сказали «Снеговик, снеговик, храбрый снежный почтовик, в темный лес пойдешь и письмо снесешь. Дед Мороз письмо получит, найдет в лесу елочку по пушистее, получше, в зеленых иголочках. Эту елку поскорей принеси для всех детей». Наступил вечер. Ребята домой ушли, а снеговик и говорит «Задали мне задачу. Куда мне идти теперь?» «Возьми меня с собой», вдруг сказал щенок Бобик. «Я помогу тебе дорогу искать». «Верно. В твоем веселее обрадовался снеговик. Будешь меня с письмом охранять, дорогу запоминать». Долго шли снеговик и Бобик и, наконец, пришли в огромный тремучий лес. Выбежал навстречу им заяц. «Где тут Дед Мороз живет?» – спросил его снеговик. А заяцу отвечать некогда. За ним леса гонится. А Бобик – тяф-тяф! И тоже за заяцем догонку. Опечалился снеговик. «Видно, придется мне дальше одному идти». Тут как раз метель поднялась. Завыл, закружил снежный буран. Задрожал снеговик и рассыпался. Остались на снегу только ведро, письмо и морковка. Прибежала обратно лиса, злая. «Где тот, кто помешал мне заяца догнать?» Смотрит – никого нет. Только письмо на снегу лежит. Схватила письмо и убежала. Вернулся Бобик. «Где снеговик?» «Нет снеговика». В это время лису волк нагнал. «Что несешь, кума?» – взрычал волк. «Давай делиться». «Не хочу делиться. Самой пригодится», – сказала лиса и побежала. Волк за ней. А любопытная сорока за ними полетела. Плачет Бобик. А зайцы говорят ему. «Так тебе и надо. Не гоняй нас. Не пугай нас». «Не буду пугать. Не буду гонять», – сказал Бобик. А сам еще громче заплакал. «Не плачь. Мы тебе поможем», – сказали зайцы. «А мы зайцам поможем», – сказали белки. Стали зайцы снеговика лепить. А белки им помогать. Лапками похлопывают. Хвостиками обмахивают. На голову ему опять ведро надели. Глаза из угольков сделали. А вместо носа воткнули морковку. «Спасибо», – сказал снеговик, – «чтобы меня опять слепили. А теперь помогите мне Деда Мороза найти». Повели его к медведю. Медведь в перлоге спал. Еле его разбудили. Рассказал ему снеговик про то, как послали его ребята с письмом к Деду Морозу. «Письмо?» – заревел медведь. «Где оно? Хватились! А письма-то и нет!» «Без письма вам Дед Мороз елку не даст», – сказал медведь. «Лучше идите назад домой. А я вас из лесу провожу». Вдруг откуда ни возьмись, прилетела сорока, трещит. «Вот письмо! Вот письмо!» И рассказала сорока, как письмо нашла. А было все вот как. Пошли все с письмом к Деду Морозу. Снеговик спешит, волнуется. То с горки скатится, то в яму провалится, то за пень зацепится. Хорошо медведь его выручал. А то бы опять рассыпался снеговик. Наконец пришли к Деду Морозу. Прочитал Дед Мороз письмо и сказал, «Что ж, так поздно! Не успеешь ты, снеговик, принести ребятам елку к Новому году». Тут все за снеговика стали заступаться, рассказали, что с ним было. Дед Мороз дал ему свои сани и помчался снеговик с елкой к ребятам. Медведь к себе домой пошел спать до самой весны. А утром снеговик стоял на прежнем месте. Только у него в руках вместо письма была елка.